Четверг, дорогие друзья, в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которая темой разворачивающейся недели избрала проблемы жителей частного сектора, которые в связи с температурным режимом претерпевают в связи с ремонтными работами наших доблестных энергетиков определенные неудобства. Мы уже много лет наблюдаем за ситуацией, которая абсолютно не политизирована и связана с обновлением сетей. Я не оправдываю ничью сторону. Я как житель частного сектора знаю, что бывает так неудобно, когда в зимние холода берут, пусть плановое, пусть предупредительное, но отключение. Немножко волнуешься, стрессы и тому подобное. Но я, с другой стороны, хотел бы похвалить позицию энергетиков, которые встали не в позицию обороняющихся, а просто решили донести до населения свою правду. Правда, у каждой стороны всегда одна. И я первый вопрос хотел бы адресовать все-таки не конкретным тем людям, которые ответственны за только город Якутск, только за частный сектор города Якутска. Я бы хотел более глобально подойти к руководству компании, заместитель генерального директора Якутской энергии. Вообще, чисто по-человечески, а почему обязательно зимой проводить, и каков объем этих плановых работ? Люди же вопрошают, почему они летом не могли закончить студию и так далее. Давайте вот с этого начнем. Спасибо за вопрос, Дмитрий. Спасибо за возможность высказаться, объяснить ту ситуацию, которая у нас сейчас происходит. Ну, я объясню следующим образом. Во-первых, объясню, чем 2019 год отличается от предыдущих лет. Вы совершенно верно подметили, что плановые отключения, конечно же, на проведение ремонтных работ были всегда, каждый год. Но 2019 год у нас очень сильно, даже, так скажем, кардинально отличается от прошлых лет тем, что именно в 2019 году мы взяли на себя повышенные объемы по проведению ремонтных работ в электрических сетях. Надо отметить, что эти плановые работы, они не начались сейчас зимой. Мы их начали в увеличенных объемах еще в конце весны. Значит, и все лето, осень, и сейчас вот уже начинающийся зимний период, мы их проводили и завершаем этот год. Поэтому, может быть, летом это не так было заметно, да, потому что это лето, это теплые температуры, а там вот эти наши плановые отключения не были так заметны, как сейчас. Но на самом деле, в цифрах, да, обычно наша ремонтная программа «Якутская энергия» составляет 2,5 миллиарда рублей. В этом же году нам компания «Русгидро» разрешила использовать на проведение ремонтных работ 3,5 миллиарда рублей. То есть на 1 миллиард рублей больше. И это было сделано как раз для того, чтобы преломить тенденцию количества технологических нарушений в электрических сетях. Потому что для того, чтобы не было аварийных отключений, необходимо сделать ремонт, необходимо заменить линии, которые затем дадут положительный эффект, положительную динамику в количестве аварийных отключений. То есть можно провести аналогию с ситуацией с дорожным ремонтом? То есть, когда дороги ремонтируются, определенное количество автомобилистов тоже испытывают неудобства, но зато ездят потом по ровно накатанной дороге. В принципе, да. Для того, чтобы освоить вот эти 3,5 миллиарда рублей, это такая на самом деле беспрецедентная сумма для проведения ремонтов у нас в республике. Конечно же, календарно был занят весь год. Поэтому на самом деле вот эти плановые отключения на ремонт линий у нас ощущали жители республики, начиная уже с весны. Ну, просто, наверное, вот с наступлением вот этих вот холодов, да, вот уже под завершение ремонтной программы у нас, ну вот, по очереди, так скажем, да, по плану очереди попали некоторые кварталы, до которых в летнее время, ну, невозможно было подъехать и провести ремонтные работы. Есть такие участки, где, допустим, опоры линии электропередачи стоят или в заболоченных местах, или даже посреди, или на берегах водоемов. Вот, здесь ремонтные работы проводить, конечно, возможно, технически, только после наступления холодов и промерзания грунтов, да, почвы. Вот, немножко в физических единицах, да, чтобы наши потребители, наше население представляло себе, да, значит, Если у нас, ну, так скажем, обычный объем ремонтов составляет около, ежегодно около тысячи километров линии электропередачи, то в этом году мы собираемся отремонтировать и уже близки к завершению, да, полторы тысячи километров. То есть это дополнительно 500 километров линии электропередачи, это дополнительно около 40 трансформаторных подстанций, дополнительно, как к обычному объему. И это дополнительно около 800 гектар очистки просек под линиями электропередачи. Вот, если мы ежегодно чистили где-то около 2000 гектар, да, 2-2 200, то, значит, в этом году мы очищаем от поросли 3000 гектар леса. Поэтому, вот, конечно, мы понимаем, что вот эти отключения, они неприятны, да, особенно в холодное время года. Вот, но в конечном счете они все-таки ведут к увеличенному объему ремонтов. Это значит, что больше километров, больше трансформаторных подстанций у нас будет заменено на новые, отремонтировано. И это значит, что как раз жители вот этих вот микрорайонов, кварталов, поселков, которые страдали, да, вот от плановых отключений, в будущем у них будет заменено оборудование и количество нарушений технологических и аварий на этих линиях будет сведено к минимуму. То есть это наш все-таки шаг в будущее, шаг в обновлении нашего сетевого хозяйства. И, ну, я считаю, что это, конечно же, во благо нашего потребителя, во благо населения этих самых микрорайонов и кварталов, а также поселков и сел. — Михаил Владимирович, вы все-таки главный по центру, да, то есть мы сейчас говорим о частном секторе столицы. Мы не говорим, чуть попозже перейдем по всей республике, да, потому что те цифры, которые Михаил сказал, они довольно внушительные, но я так понимаю, что это касается всей республики. А у нас, как вы оцениваете вот текущее состояние сетей, не только ваших, да, но еще и частных и так далее, вы же некоторые сети и Сибирь забираете тоже, ну, бесхозные сети, да. Как вы оцениваете состояние текущее и чем это чревато, то есть если оставить все как есть, почему это будет хуже? — Текущее состояние, да, как уже сказал Петр Михайлович, мы жили в таких условиях, когда требовались определенные решения, да, в том числе и электросетевой комплекс. Я могу сказать, что наша ремонтная программа по филиалу «Центральные электрические сети» в настоящий момент составляет 1,573,000,000 рублей, да, то есть это практически в 2-2,5 раза выше, чем мы жили в прошлых периодах. Соответственно, основная масса средств, она направлена на приведение наших воздушных линий в нормальное состояние, да. Что касается города Якутска, то в этом году, опять же, мы пошли на, так скажем, большие меры в части приведения в порядок распределительных сетей несколько объектов 6 кВт в разных частях города. Вот, значит, с середины лета у нас работала подрядная организация «Мехколонна-57», это был основной подрядчик по городу, да, который, значит, в рабочие дни они проводили численностью состав, у них было 20-25 человек, там 9-10 единиц техники, ежедневно работали, значит, в районе Жатая, в районе Хатынуряха, значит, последнее вот отключение, которое жители чувствовали, это была работа в пригороде, да, поэтому вот эти сети 6 кВт, которые питают районы пригорода, мы сейчас привели в надлежащее состояние, да, ну, как бы тут без отключения, естественно, мы здесь работать не можем, то есть вот эта работа проведена, и я считаю, что вот эти сети, которые, на которых мы провели сейчас ремонт, значит, ну, отключения на них, естественно, будут сведены к минимуму, аварийные отключения, вот таким образом. Ну, а нет ли возможности, допустим, учитывая, все-таки, что за бортом уже около 40, да, сократить время отключения? Значит, Дмитрий, ну, здесь ситуация такая, да, как уже вот Петр Михайлович говорил, значит, вот те объекты, которые у нас были в плане ремонта здесь по городу, да, мы, естественно, все эти вещи, и объемы, да, и продолжительность отключения, и по месяцам вот эту разбивку, естественно, мы подходили здесь достаточно подробно. И, соответственно, мы выстраивали некую очередность для того, чтобы нам эти объемы закрыть. Очередность была такая, что мы сперва в летний период мы проводили работы там, где мы можем работать, там, где вот заболоченные места и так далее, это вот как линия септихмонтаж, там есть несколько мест, где работы проводить можно только сейчас. Соответственно, мы ее оставили на крайний период. Вот таким образом. Соответственно, мы прекрасно понимаем, да, что мы живем в условиях севера, в условиях севера. Ремонтные работы по своей логике, да, ну, вот если так порассуждать, что такое электричество, да, электричество... Я прошу прощения, перебью, сразу после небольшой паузы мы вернемся к нашему обсуждению. Теме отключения электроэнергии не только получается в пределах города Якутска. Еще речь пойдет и о республике в целом. Увидимся. Мы перебили представителей Якутска Энерго Михаила Варекиса на том, что на вопросе, можно ли сократить зимний период, временной период отключения. Пусть плановых, но отключения. Ну, естественно, мы и подходим из такой логики, да, мы прекрасно понимаем, чем чреваты отключения, да. Я вот мысль какую хочу сказать, да, что такое электричество, да, то есть это есть непрерывный процесс выработки и потребления. Круглосуточно и круглогодично. Соответственно, те люди, которые работают в энергетике, они работают, ну, по сути дела, тоже постоянно. Соответственно, процессы такие, как ремонта, ИТО, технического обслуживания, они тоже идут постоянно. Но мы понимаем, что мы живем в условиях севера, соответственно, основная масса работы мы стараемся проводить. Весна, лето, осень. Ну, вот в данном случае у нас получилось из-за того, что, опять же, вроде бы благие намерения, да, а получилось, вот, как бы, есть, так скажем, некий отрицательный небольшой осадок, да. Значит, поэтому, значит, мы здесь и стараемся проводить в максимально сжатые сроки и по продолжительности, чтобы они, естественно, удовлетворяли потребителей. Это плановое отключение. Вот последнее отключение мы старались укладываться в 4 часа. Да, значит, надо признаться, что не всегда это получалось, значит, иногда и час, значит, ввиду, значит, производственных каких-то нюансов. Так как это производство, происходить может все, что угодно, правильно? Значит, соответственно, да, какие-то нюансы были, над которыми мы с нашими подрядчиками, естественно, эти замечания прорабатываем для того, чтобы не было впоследствии, в будущем. Вот. Владимир Владимирович, ну, судя по логике, да, у максимального количества дома владельцев стоит, ну, бесперебойник. Они очень сознательно, они стоят бесперебойники, потому что, ну, ожидают всякого. Или аварийное отключение, или вот такие плановые работы, которого в среднем хватает на 3 часа. Нельзя ли уложить график вот эти 3 часа? Просто подойти по-человечески. Нет, ну, в зимнее время, вот, если бы мы, смотрите, если в данном случае, если брать конкретный случай, вот, который имел некий резонанс, если по 3 часа, да, то, соответственно, мы увеличим продолжительность по дням. Продолжительность по дням, соответственно, тоже плохо. И поэтому мы здесь, ну, предполагали некую золотую середину, то есть это время 4 часа. Ясно. Сергей Николаевич, все-таки вот, может, не туда адресовал, состояние сетей как характеризуется? Ветшалое, сильно ветшалое, удручающее, более-менее сносное и так далее. Давайте вот с этой точки. Так, ну, лучшей характеристикой сетей, конечно, является показателем состояния сетей, это аварийность. Все с этим согласятся, да? На протяжении последних трех лет аварийность, к сожалению, у нас в сетях росла. Дополню, вот, Петр Михайлович говорил о том, что мы принимали определенные усилия для того, чтобы снизить аварийность. И еще в 2018 году, также по решению Росгидро, нам дано было добро на дополнительное финансирование ремонтов еще в 2018 году в объеме 200 миллионов рублей. Соответственно, тогда мы исходили из какой логики планирования дополнительных объемов ремонтов? Количество аварийных отключений – это не показатель, да? Показатель – это, наверное, основной недоотпуск электроэнергии. Допустим, если отключается линия 10 кВ, как это было на Покровском тракте, или отключается линия Мая-Чуропча, последствия от этих отключений различные, да? Здесь, к сожалению, попадают под ограничения десятки, может быть, сотни семей. Когда отключается линия питающая все заречье, под ограничения у нас попадают, ну, более 60 тысяч человек, да? Вот. Поэтому, ровно из этой логики и планировали использование дополнительных лимитов. Выполнили значительный объем работ по расчистке просек. В летнее время это являлось, к сожалению, одним из основных причин отключения линий и длительных перерывов. Вот. Ну, были случаи излома опор, траверс, элементов опор в связи с их техническим состоянием. И результат не заставил долго ждать. Уже в этом году количество аварий на линиях класса напряжения 35 кВ и выше у нас сократилось. То есть, соответственно, недоотпуск электроэнергии сократился более чем в три раза. То есть, теперь, в этом году акцент мы, соответственно, сместили на приведение в порядок распределительных сетей 6-10 кВ, 0,4 кВ. В связи с чем, вот, и производится столь частое отключение, и график ремонтов сместился на декабрь месяц включительно. Ну, соответственно, после проведения этих ремонтов мы ожидаем результата уже в следующем периоде на снижение общего числа аварийных ситуаций и снижение недоотпуска электроэнергии потребителям. Ну, в целом, как потребитель, я проиллюстрирую момент. У нас, Михаил Владимирович, подтвердите, наверное, что район 10-го километра, вот поста ГАИ, Покровского тракта, вот эти плановые все работы проходили в предыдущие годы. И сейчас состояние сетей таково, что у нас, я не хочу вообще сглазить, не хочу, мало ли что бывает, машина может урезаться в опору и так далее, но, по крайней мере, сведено к минимуму. Это я как житель частного сектора говорю. И поэтому, ну, со своей стороны хочу призывать все-таки, я понимаю, что дети, я понимаю, что семьи, понимаю, что хозяйство, понимаю, что размораживать вот эти хозяйства нужно долго, упорно, больших усилий требуется. Но я думаю, что при небольшом, погода нас еще балует. У нас декабрь начинается, да, а 40 градусов-то морозов пока еще нет. Поэтому набраться немножко терпения, я отлично тоже понимаю, вот это, говорят отмазка, что у них там, заболоченное место нельзя было пройти весной-летом? Нельзя, потому что техника вязнет, там, тонет. И всегда говорят, и по опыту газовиков, по опыту, скажем, прокладки каких-то коммуникаций, копать лучше всего именно в мерзлый период. Есть такая логика, но есть. Вот я как человек причастный к строительству тоже, вот я говорю. Но насчет логики того, что расставляются акценты, либо тут две сотни потребителей, скажем так, в центральной зоне, в городе Якутске, либо мы перекинем, скажем так, средства, которые предусмотрены на ремонт, на более густонаселенные, более такие важные. Вот это я тоже понимаю, чисто как гражданин тоже понимаю. А я подозреваю, что жители, опять же, тоже черопчи, тоже маи говорят, ну, мы молодцы, мы сделали свое дело. Они наоборот говорят слова благодарности, в отличие от тех, которые вынуждены терпеть, еще раз говорю, временные неудобства в связи с отключением. Вообще, лучше всего, когда электрика, вот давайте представим квартиру, купили вы квартиру, первым делом нужно заменить что? На чем нельзя экономить? На коммуникациях, согласны? На водоснабжение, на электрики. Вот то, что сейчас Якутская Энерго проводит, упорядочивает свои сети, ну, может, даже те сети, которые раньше были ничьими, потом перебали к ним. В принципе, я только приветствую, и День энергетика, который вот уже через две недели вынуждены будем отмечать, нормальный повод. Приведение в порядок, мужики, ну, это же будет такое, нормальный повод. Давайте еще раз по республике, по тем моментам, которые, возможно, Сергей Николаевич упустил или не досказал, по республиканским сетям. Вот все-таки и дороги у нас беспрецедентный ремонт, да, 25 километров, и у нас и энергетика беспрецедентный объем работ на ремонт. Давайте вам слово. Ну, я хочу добавить по выполненным работам, здесь, получается, когда магистральные сети 110 киловольт отключаем, ремонт делаем, зарещаем, у нас есть дизельные станции резервные, мы их подключаем, как заводим, и электроснабжение обеспечиваем. А распредсети там нету таких. На шестерках, да? На шестерках нету, но мы отключили линии, и все. Другой линии нету. Но по городу еще есть, мы всегда, когда, как ремонт делаем, мы всегда рассматриваем, как резервированные питания, как линии. Если как по центру, двустороннее питание, все там, как участок выводим, ремонт делаем, никто не замечает, потому что все электроснабжение есть. А вот пригороды, получается, там одна линия идет, ты ее отключаешь, и все. Сейчас, например, предстоит Маган-2, и мы там тоже предусмотрели, где будем отключать участки, мы будем отключать, но там, благо, есть двустороннее питание. Но пока отключим, потом как разъедем линию, участок выведем на ремонт, и подадим электроснабжение. Ну, то есть, жители частного сектора, в отличие от МКД, которые в центре расположены, страдают от того, что не предусмотрены на шестерках какие-то резервные источники. Ну, не везде. Ну, не страдают, а так сложилось. Есть такое, да. Схемы сетей такие у нас. Рояльные. Можно мне добавить? Да. Ага, чуть-чуть, Дмитрий. Ну, вот, совершенно верно, мои коллеги подметили, я просто в добавление скажу. Да, вот, в сети города Якутска, да, значит, здесь нам в наследство советского времени, да, достались, ну, так будем говорить, довольно бессистемно построенные сети, линии электропередачи. Потому что, когда город расстраивался, в том числе, дачами, да, значит, которые сейчас, ну, уже можно считать районами ЖС, да, вот, они строились без какого-то вот планирования. То есть, это радиальные линии, которые вот так вот друг за дружкой. Хаотично. Да, значит, хаотично и друг за дружкой шли. Вот вы даже заметьте, когда вы выезжаете в какой-нибудь район, там линии идут, то одна, значит, с запада на усток, другая с севера на юг, там пересекаются и так далее, да. То есть, это вот те линии, когда строились в зависимости от того, где, значит, выделили земельные участки на дачу, ну, туда и как бы вот протягивают. Поэтому в городе Якутске вот такая бессистемная ситуация, она имеет место быть. Сейчас, когда мы вот проводим эти ремонтные работы и реконструкции, мы, конечно, максимально пытаемся сделать правильную, да, расстановку сетей под существующие микрорайоны. Вот, и новые микрорайоны, которые у нас появляются, да, они уже строятся тоже нормально, полпланово, значит, с возможностью резервирования. Вот о чем Иван Константинович сказал. Да, а, к сожалению, вот старые застройки, там закольцовок таких очень мало, да, то есть, эти радиальные линии. Ну, тяжело наследство получить. Давайте сразу после, опять же, небольшой паузы вернемся к завершающей части нашего разговора и что зависит от потребителя. Вот главный вопрос, который должен, я так полагаю, прозвучать именно в сегодняшнем выпуске. Увидимся. Мы продолжаем разговор с представителями доблестной энергетики. На самом деле, я отлично понимаю их позицию. Ремонтируют себе сети, приводят порядок, и тут бац, недовольные жители. Они говорят, а что вы хотели-то? Мы же ремонт и делаем, мы свою работу делаем. Обвинение жителей, а почему вы не могли летом сделать и так далее. А логика объяснений, которую люди, причастные к технике, люди, причастные, скажем так, к теме сезонности работы, они понимают, а домохозяйки, к сожалению, понять не могут. Это понятно. Это вообще у нас дело такое. Но ведь остается еще, Игорь Александрович, вторая сторона медали. Ладно, там ремонтная работа. Но ведь есть еще куча желающих присоединиться к сетям якутскому. Да, вот хотелось бы отметить статистику, которая у нас по тех присоединению складывается ежегодно за отчетный период. Вот, к примеру, по состоянию на 31-е, 10-е, порядка 6,5 тысяч договоров мы заключили. И порядка 5 тысяч договоров мы уже оказали услуги по тех присоединению. Вот в этом связи сроки тех присоединения у нас очень сильно регламентированы процедурой, 861-м постановлением. В рамках этих сроков мы обязаны оказать услугу. Ну и... По закону. По закону, да. То есть это от 4 до 6 месяцев. Ну и максимальный срок оказания это год. Если там расстояние превышает 300 или 500 метров в сельской местности и городской. Вот в этой связи и связаны еще отключения у нас плановые. Но ведь ненависть, скажем так, и справедливое возмущение наших сограждан, наших жителей частного сектора. Они ведь не будут же проецировать на каждого. Они видят, что работу ведет якутская энергия. Поэтому давайте все дружно ругать якутскую энергию. Ну, понятное дело. Но друг на друга-то тоже надо смотреть. Вот если рядом застраивается нормальный такой коттедж, и он будет обязательно присоединяться. Вот момент, когда он присоединяется. Игорь Александрович, я прав, что я... Да, да, да. Скажем так, обычной жительской логики. Момент, когда будет присоединяться коттедж А, коттедж Б, коттедж С. Коттедж А, то есть... Рубинник-то вырубят. Минимат, ну, не знаю, от скорости зависит, насколько сложный объем проводимых работ. Я вот такую пасхуную правду нормальную высказал, да? Да. В принципе, так и есть. Да. Дмитрий, давайте я добавлю. В свое время, когда вот этот законопроект о технологическом присоединении принимался в Российской Федерации, мы, вот энергетики Якутии, да, значит, и наше вот отраслевое министерство, да, мы писали в федеральный центр наши предложения о том, чтобы из-за сроков технологического присоединения были исключены хотя бы декабрь и январь месяц, да, потому что... Было такое предложение? Да, 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 конечно, было, да. Потому что в это время даже по всем нормам, на самом деле, проводить работы нельзя при низких температурах. Вот, это имеет эффект как и на потребителя, да, отключения, так и на наш рабочий персонал, да. Мы же, получается, вынуждены их выгонять на работу, значит, в низкие температуры, ну, и подвергать риску, да, значит, и потребителя, и свой персонал. Но, к сожалению, вот эти наши поправки на федеральном уровне приняты не были, и сроки технологического присоединения остались вот этими жесткими, ну, жесткими, да. Соответственно, для того, чтобы их выполнить, нам, несмотря ни на какие климатические условия, несмотря на время года, приходится эти присоединения, технологические присоединения осуществлять. Ну, повторюсь, линии радиальные, поэтому придется с подстанции линию отключить. Нет, ну, справедливости ради, опять же, я несколько раз видел работу энергетиков в аварийных условиях, да, когда, там, 50 градусов, ребята приезжают, очень хорошо оснащенные, кстати, да, и сразу видно, что они болеют за жителей, то есть они заинтересованы по-человечески в том, чтобы максимально быстро обеспечить электроэнергией жилые сирки. Совершенно верно, и ночью, и ночью. Они же тоже люди, ну, нельзя демонизировать вот так. Раз энергетик, значит, все, он получает зарплату, там, 120 миллионов, и сидит, и в ус не дует. Ничего подобного. Там обычно такие же люди, такие же, как мы, наши с вами соседи работают. Ну, хотелось бы отметить, вот из 6 тысяч заключаемых договоров ежегодно, да, на город Якуск приходится половина. То есть порядка трех тысяч договоров только по городу Якуску заключается. Ну, это понятно. Тут это... Соответственно, и отключение от этого... Городская конгломерация, как любят назвать город Якуск, ну, правильно, конгломерация. Тут и пригороды, тут и центр города, тут и вот эти спальные районы, которые приобретают. Но я еще тут хотел ремарочку сделать. Это все наследие того периода, когда отсутствовало нормальное планирование. И развитие сетей, и развитие кварталов, и... Если в 80-е, 90-е годы все шло, в начале нулевых, все шло хаотично, то сейчас пришло время собирать камни, приводить порядок. Я прав или нет? Совершенно верно, да, совершенно верно. Чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся, да, осуществляя вот эти повышенные объемы. Да, ну вот я немножко повторюсь. Вот эта работа кипела у нас еще и летом, и в начале весны, и осенью, да. То есть на Канарах вы не прохваживались? Да, да. Вот эти 500 километров дополнительные, о которых я говорю, их же, значит, мы не в декабре же ремонтируем, да, а практически весь год. Ну да, резонанс они вызвали именно сейчас. Да, в связи с температурами. Но я вот хотел бы обратиться к населению, к жителям, да, что в конечном счете, да, это все делается во благо самих же вот этих потребителей. И, ну, просто надо немножко потерпеть. А насчет постановления, как будто 861, или какое там было? О том, что потребитель обязан? Да, значит, Действительно, законодательством Российской Федерации регламентируется, что потребитель должен обеспечивать себя резервным источником питания. Не поставщик, а именно потребитель. Да, именно потребитель. На, значит, вот эти отключения не более 24 часов, да, вот по, значит, закону. А если плановые работы, кстати, надо отметить, что все наши плановые работы, они согласовываются Ростехнадзором. То есть это не только вот наше личное решение, что вот решили и проводим. Надзорные органы, значит, должным образом оповещаются и дают свое согласие на вот эти ремонтные работы. Вот, что же касается потребителей. Ну, сейчас мы же все видим, технологии ушагали далеко вперед, да, значит, технологии совершенно другие, чем было раньше. И все они энергозависимые. Вот, все они энергозависимые. Если раньше, допустим, отключение можно было спокойно пережить, растопив там дровяную печь, да, путем зажжения свечей, то сейчас это, ну, прошлый век, да, но все энергозависимые. Поэтому, конечно же, потребителю необходимо при строительстве думать о резервировании своего хозяйства. Уже при запуске. Да, да, вот, допустим, я тоже живу в частном доме, и у меня зарезервирована, значит, электроэнергия и бесперебойником, и бензиновым генератором, да, значит, на более длительные, да, значит, в случае длительного отключения. У меня зарезервирована, значит, поставка газа, да, то есть, вот, я озаботился и кроме одного котла еще резервный котел поставил. Значит, я залил этиленглюколь, да, в систему отопления. То есть, сейчас технологии позволяют все это делать и сводить риски. И, кстати, уже не так и дорого, на самом деле, да, вот, вот эти оборудования, да, оборудование, оно, во-первых, выбор появляется, да, значит, конкуренция появляется, во-вторых, цена падает тоже относительно, да. А вот те же газовые котлы, да, если раньше надо было ставить там какой-нибудь КЧМ, который там требовал огромного места там и так далее, то сейчас это вот настенные, значит, газовые котлы, удобные, компактные, а мощностью, значит, такие же. Нет, я еще раз говорю, как горожанин, как человек, я тоже хочу, ну, вернее, я понимаю, что люди хотят, вот, повесил на стене, который занимает, ну, там, минимум площади, да, управляется дистанционно, единственный минус его, минус ли это в современных условиях? Это он зависит от поставки электроэнергии. Можно, конечно, поставить такой какой-нибудь чугунный энергонезависимый котел, ну, какой жор будет при этом у котла, да, то есть у людей всегда есть выбор. И они хотят стремяться к лучшему, стремятся улучшить свою жизнь. Там, приехал, заехал, удаленно там включил, отключил котел. Совершенно верно, поэтому и в части электроэнергии то же самое же можно сделать. Сейчас дизельных или бензиновых генераторов, ну, там, великое множество, да, на любой выбор, на любой вкус, вот, значит, на любую покупательскую способность. Вот, поэтому, почему при проектировании своего частного дома сразу не предусмотреть резервирование и по части электроэнергии? Я думаю, что каждый житель сейчас и должен, и задумывается об этом. Сколько у меня знакомых друзей, ну, у всех это все есть. Кстати, это тоже можно автоматизировать все, чтобы включалось, выключалось, без присутствия человека, да. В завершении нашего разговора я бы хотел немножко отсечь те обвинения, которые, не обвинения, а как же там альтернативную, давайте жить без этих, пардон, буржуев там и так далее, да. Ну, климат у нас такой, что ни солнечная батарея, ни какие другие мини-ГЭСы и прочие, они, ну, не потянут вот такое обычное потребление обычного загородного дома, да. То есть, если как вспомогательная система, ради бога, нужно ставить, нужно ставить. Обязательно нужно проектировать, ставить еще раз. И вот тот момент, который энергетики-то говорят, потребитель, а не поставщик, обязан обеспечить себя спасательным кругом сам. То есть, если хочешь нормального полета, моментов же может быть много. Могут другие потребители присоединяться, может быть авария какая-нибудь случится, не дай бог. Могут идти какие-то ремонтные работы. Давайте вот на это время перестрахуемся, нормально взвесим, сколько там могут отключений подлиться и обеспечить себя вот этими, вот как правильно говорю, Петр Михайлович, в принципе, они доступны. Можно взять кредит там и так далее. Здоровье детей, себя, состояние хозяйства, оно дороже. Увидимся.